всем привет вы на канале макс граф сайта как страсть и мы продолжаем верстку нашего макета по маврофону сегодня у нас будут вот эта секция вот это и footer собственно мы постараемся все это сделать и в следующей части у нас будет доработка мелочей то есть какие там слайдеры отправки форм и так далее плюс адаптив возможно я разделю это еще на одну часть чтобы не делать огромное видео поехали следующая секция у нас здесь санап и ау не слайдеру поехали верстать так вот это мне надо значит и это нам тоже особенно нам отсюда так поехали все с компоненция создание файлик сразу же его естественно откроем и сразу его подключим в style css здесь все по стандарту уже как обычно у нас не слайдер отлично сохраняемся теперь пишем собственно код штемель так секция можно закрывается поехали секция да так же назовем не слайдер контейнер все как обычно и внутри нас будет собственно текст и форма давайте ее сделаем значит контейнер внутри можно сделать как можно сделать news контейнер контейнер да либо контента паннинги сделать ну а типа него контента сделаем не суть важно здесь окей дальше у нас будет здесь собственно h2 news текст и скопируем вставляем хорошо ну и форма нам осталось собственно говоря ну что еще можно сделать можно на самом деле еще обернуть вот эту вещь вниз кекс какой-нибудь да условный так будет удобнее просто манипулировать этим всем делом почему бы и нет так это можно у нас вот так сократить отлично смотрим появилось ли вообще что-то да все на месте все есть значит уже хорошо далее идем далее у нас форма и назовем это subscribe форм наверное так далее вспомним пару моментов хотя здесь вспомним это ничего ладно возвращаемся сюда здесь у нас email phone email phone набор почему мы сделаем первый name 2 email таки phone набор нам не важно input type text name name placeholder name я не пишу здесь лейбла потому что есть placeholder хотя можно было сделать и лейблами email type email у нас name соответственно имейл и placeholder также имейл ну и третье поле это у нас он нам так телу name тел и здесь он нам сохраняемся обновляемся все есть отлично но и осталась кнопочка данная кнопочка у нас по идее уже использовано ну как минимум вот здесь хотя не знаю ладно будет bottom давайте глянем все-таки класс так просто класс btn да у нас есть класс btn и здесь есть определенный стиль ну давайте попробуем тогда сделать вот так btn и блок а у нас еще должен быть btn reset и значит у нас будет subscribe form btn и да я забыл класса простоять импутом давайте тоже это сделаем subscribe form field пусть будет вот ну и здесь в кнопочке у нас должно быть sign up now большую букву мы не пишем потому что не знаем что может быть в будущем sign up now то есть мы это должны делать стилями обязательно все здорово отлично у нас все появилось кнопочка не видно потому что у нее нет фона но это мы сделаем ставим 1920 на 1080 чуть побольше да и поехали и поехали это дело вверх стать дальше так тут у нас что-то не совсем не ровно но это мелочи жизни давайте дальше значит что нам нужно нам нужно эту картинку сначала достать она у нас есть давайте я достанем jpeg формате это будет у нас не с этого не с этого каваль какой-нибудь хорошо отлично так мы по контейнеру давайте глянем что здесь у нас происходит так не вот так и да я не увеличил код давайте немножко увеличим хотя бы вот так чтобы было виднее вам итак у нас есть контейнер если только контент но собственно нам контент и нужен но здесь обратимся к ньюс сначала по линк топ ну где-то 50 словно говоря да да я может сказать угадал может быть чуть-чуть так 50 1 и 52 ну давайте 52 поставим вот теперь у нас будет в интернете входе вот и радиус здесь зададим сейчас микс это можно узнать определенный там так на 8 да у нас видим 8 поэтому радиус 8 пикселей background image ing slash и здесь будет написано cover jpeg background slash cover, repeat, no repeat и background position center все это стандартно сохраняем смотрим ничего не появилось ошибок нет и видимо не к тому обратился да контент у нас через defice не беда вот отлично начало появляться значит все мы делаем правильно здорово отлично теперь нам нужно использовать здесь же display flex то есть контент space between раскинуть по сторонам наши элементы и у нас здесь есть собственно говоря отступ в 133 пикселя то есть padding 0 133 пикселя пока что 0 на самом деле там нужно будет поставить сверху снизу конечно но это такое можно сделать центровку еще и здесь давайте попробуем line items center так line items center у нас работает но как бы это бессмысленно здесь окей давайте тогда пробуем просто padding значит padding top какой-нибудь большой действительно большой нужен так не видно уже нашего текста поэтому давайте обратимся к title color war color white или white color как там правильно white color да вот значит нужно еще увидеть увеличивать отступ ну примерно в 338 примерно вот так макс луис дадим 370 пикселей приблизительно по макету да и то же самое мы сейчас будем делать у давайте глянем что здесь давайте глянем что здесь sf компакт текст надо искать где он использовался у меня здесь этот компакт текст а вот он отлично так absolutely еще и колор у нас тоже будет вот здорово теперь нажим bottom 50 многовато 40 похоже на правду и тоже maxiez попробую тоже задать 37 пикселей и поскольку у нас это работает мы можем тогда сделать слайдер текст марсу из 37 пикселей отсюда убрать лишний код убираем да отлично хорошо ну и по один ботом 200 пока примерно сделаем многовато 177 что-то что-то такое да похоже на правду отлично у нас остается форма с ней поступим чуть иначе давайте попробуем что мы сделать будем так так так-так-так-так 133 пикселя да ведь мы можем здесь попробовать так значит нам надо нам надо variables уберем вот чтобы не придумывать давайте попробуем здесь немножко сетить задим переменную который будет называется padding или просто newsflater gap будет 33 пикселя да и вот здесь будем использовать тогда наш newsflater gap var newsflater gap и тогда для subscribe точнее нет для newsflater у нас будет позиции абсолют вот там 0 right вот такой так вот как я и хотел собственно говоря вот ну и теперь что у нас будет у нас будет теперь уже собственно сам subscribe subscribe form nispel flex flex direction column line items центр пока color белый ну и мы вполне можем здесь позадавать даже размеры спокойненько я думаю значит здесь у нас 320 а здесь у нас 96 то есть 501 phase 320 плюс 96 416 вот пока все как надо ну и не с нами там нужно на 96 этих пикселей как раз таки вниз впустить так что вот он 96 пикселей а здесь у нас поджигается проблемка хотя если мы фоном сделали проблемки не будет все будет нормально вот ну и у всей секции давайте делаем по один модом покажется 50 какой небольшой граним что происходит все у нас хорошо поехали дальше теперь у нас будет бордер радиус 8 пикселей не переживать это насчет пикселей что здесь задаю всякие размеры это неважно данный момент мы все исправим на адаптиве ну то есть здесь проблем никаких не будет так все отлично смотрим паддинги 72 пикселей там 76 сверху значит паднем top 76 паддинг left 72 паддинг right 72 хотя здесь нет наверно не получится мы сделаем по-другому мы сделаем subscribe form field width calc 100% минус 70 давайте вот так 72 пикселя умножить на 2 да вот так мы сделаем и так будет лучше потому что у нас вот здесь кнопка должна быть на всю ширину соответственно с ней будет проблема потом бтн плюс 100 процентов цвет у нее получается не птун каверда так че я не видно бтн бтн а вообще здесь находится subscribe form btн неправильно обратился нет вроде правильно может быть не находит такой цвет может быть я где-то ошибся не птун кавер да вроде бы правильно все да но в стилях не появляется где-то я ошибаюсь так но здесь ошибаюсь вот вот она родимая так значит поехали дальше теперь у инпутов мы выбираем border точнее мы вернем сейчас border bottom вот он у нас заберем как есть вставим и будем на это опираться border bottom pixel solid ну и здесь сложновато будет сделать именно таким методом ну давайте просто этот цвет посмотрим ну и делаем rgba 0.3 все нам не надо сохраняемся появилось как нам надо все дальше вот здесь отступ у нас приблизительно 25 делаем вот так так 20 это не то у нас падение все таки нету хорошо здесь у нас такс вот это нам пожалуй все пригодится сюда по-моему этот цвет у нас есть где-то в переменных да да это dark color так 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 тоже нужно счет этих трехтом это кейс обязательно вот ну вот уже что то похоже на правду но не похоже можно на спарнинг не для мы будем свои ставить какие то Я предлагаю сильно с формой не заморачиваться, сделать примерно похожее что-то. Ну, сделаем 53. Так, 53. Вот, смотрим. Похоже на правду, но еще есть пара моментов. Конечно же, это кнопка в первую очередь. И мы сделаем просто маржин-топ какой-нибудь большой. Так, тоже много. Вот так. У кнопки есть какие-то размеры, я так понимаю, либо паддингами. Паддингами, да, получается. Хорошо, мы тогда просто сделаем здесь больше паддинги. 41 пиксель. Шпаддинг, 41 пиксель, 80 пикселей. Вот, и бордер, топ, left-radius, 0. Бордер, топ, right-radius, 0. И да, форма у нас готова, все хорошо. Ну, с какими-то там отправками и так далее, это все будет потом. Отлично. Переходим к следующей секции, inspirations. Это у нас секция, в которой мы будем использовать display grid. Давайте я не буду сильно здесь писать длинное название, просто insp напишу. Чуть-чуть лишнего можно подзакрыть уже сейчас. Так, вот. Ну, и здесь будет у нас insp.css. А здесь будет section, ну, эти тоже названы insp. container, section title, section title center. По-моему, у нас был такой класс, но я не могу ошибаться. Инсп.css. Да, такой класс был. Хорошо. Innsp.desk. Здесь я не помню, был ли у нас какой-нибудь класс именно для описания. По-моему, нет. Ладно, видимо, нет все-таки. Хорошо. Значит, desc. И мы достанем этот текст отсюда. Вставляем, сохраняем. Есть. Все хорошо. Ну и сама сеточка грейда. Сейчас будем заниматься с ней. В принципе, здесь ничего такого. Супер простая сетка. Но, тем не менее. Значит, давайте сделаем дальше здесь у нас будет GIF с классом RAID. Мы пока не будем здесь делать там артикл и не артикл. Неважно. Хотя даже не GIF. Можем попробовать сразу UL. Да. У нас будет ли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Умножить на семь. Ну, здесь пока поставим вот так. Так. Ну-ка, идем в INSP CSS. Так, а мы не задали классы, да? Давайте зададим. Класс равно INSP item. И зададим INSP list. Давайте сразу начнем с INSP. Точнее, с гридов. Хотя, ну ладно, давайте грид. Здесь будет просто display grid. А INSP list. Здесь уже будем писать определенные вещи. Ну, собственно, здесь можно пойти двумя путями. А может и одним. Нам нужно просто сделать так, чтобы какие-то элементы были большими, занимались две фракции, а какие-то маленькими. Для начала, что мы можем задать? Мы можем задать здесь расстояние между элементами. Самое простое. 32 пикселя. То есть, grid gap. 32 пикселя. И еще сразу INSP item сделаем. Border. Хотя, давайте просто background. Thread. Просто, чтобы видеть эти элементы. Так. Смотрим, что здесь у нас. Что-то не работает. Пока grid. Grid display grid. Grid INSP list. У нас должен быть. Grid gap. Вот. И INSP list. Вот. Теперь расстояние между ними есть. Хорошо. Ну, давайте попробуем здесь поставить grid deployed columns. Ну, поставим просто, не знаю, 1fr, 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 пока что. Они, собственно, встанут так, как им надо. Хорошо. Ну, это, конечно, далеко не все еще. И просто зададим нужным элементам. Здесь будет INSP item big. INSP item big. И последнее, получается. Будет INSP item big. И давайте попробуем просто INSP item big задать размер. Например, будем задавать ширину через SPAN. Специальные свойства. Но для начала давайте еще сделаем высоту минимальную для этих блоков. 501 на 500 на 500. Ага, здесь у нас еще и разные высота везде. Окей, так, 501 на 500 на 500, а здесь на 710. Хорошо. Ну, значит, основная высота у нас 500. Поэтому мы зададим grid auto rows, min max, 500 и auto. То есть, чтобы минимум было 500, там уже как получится, скажем так. Так, вернемся сюда. Что у нас тут? Не применилось, да? Так. Мы где-то ошиблись просто. Да, 500 пикселей. Вот. И да, вот у нас уже появляется наша сеточка. Здорово. Можем ее даже видеть. Вот она сейчас как выглядит. Хорошо. И теперь давайте пробовать, собственно, сделать нужные нам элементы. У нас есть big. И давайте пробовать здесь. У нас будет read column end. Опять свои свойства. И попробуем SPAN 2 поставить. А, отлично. Вот это то, что нам нужно. Да. Да, да, да. Ну и у нас есть еще 3, 4, 5 элемент. Здесь мы можем либо опять же сделать класс, либо уже сделать через NSChild. Кстати, вот этот класс мы тоже могли не задавать. Давайте попробуем. Инсп item. А, отлично. Здесь нужно на самом деле прочитать формулу. Да. Попробуем давайте добавить еще элементов. Значит, у нас будет первый. Надо просчитывать формулу на самом деле, чтобы это правильно сделать. Ну, хотя мы можем здесь обойтись пока и простым. Давайте пока обойдемся простым. Потом, если вдруг формула придет в голову, или я, может, отдельно посижу и сделаю, то мы и сделаем эту формулу. Напишем здесь класс BigHaze просто-напросто. Да. И сделаем здесь insp-item-big-face. Да, скорее всего, потом я посижу над формулкой. Так. Ну и здесь мы можем либо grid rowend попробовать. Попробовать что-то типа span2. Но это будет мета высота, потому что она будет два раза увеличивать вот эту. либо просто задать свою высоту, попробовать. Ну, не знаю, как это. Так. Угу. А 710 это у нас... Да, видите, здесь не очень хорошо бьется это все дело. А если задать просто высоту, то будет хорошо, но не очень хорошо в том плане, что... Ну, для grid-ов не очень хорошо. Хотя, в принципе, grid-ы это поняли и нормально работают. Ну, вероятно, нам придется ставить так, как есть. Что я, в принципе, сделал? Давайте я объясню, чтобы было понимание. Кстати, вот здесь мы еще изменим немножко. Grid-typlay-clamps. Делаем покруче. Делаем repeat функцию. Делаем autofill. И делаем minmax. В данном случае мы можем поставить здесь, ну, процентов 20, 1fr. А вот это убрать. Посмотрим, что изменится. Так, изменилось многое. Значит, где-то что-то не то. А если 25? А если 30? Тоже не то. Значит, я где-то, возможно, ошибаюсь. Хорошо, давайте тогда просто ставим 1fr. Так, тоже не то. Grid-typlay-clamps. Ладно, оставим, как было. Что, в принципе, я сделал? Я задал grid-gap, то есть отступ между элементами, 32 пикселя. Он так рассчитывается, что он не берет вот эти вот отступы, он берет только внутренние. То есть вот этот, вот этот, вот эти все. Все, как обычно, отступы делают именно фиксированными. Поэтому мы сделали 32 пикселя. Дальше что я сделал? Grid-typlay-clamps, 1fr, 1fr, 1fr. Это, грубо говоря, я разделил на три части. На три абсолютно равных части, и они будут всегда одинаковыми у нас. Вот, всегда. При адаптиве нам, конечно, придется здесь еще поработать, но это уже другая тема. Да, здесь придется все-таки менять вот на... Здесь поставлять формулу вместо вот этого. Но пока что, на данный момент нам этого хватит. Ну и что я сделал, собственно, я просто применил здесь 1fr, специальные линии измерения, которые просто разделяют на три равных части. В данном случае на три, потому что прописано три раза. Вот, я просто заменил на три части это все дело. И они равные, они всегда будут сжиматься, и всегда будут работать абсолютно поровну. И между ними отступы просто учитываются тоже. Вот. Grid-auto-rows, это высота. Я сделал минимальную высоту 500. И дальше, если будет увеличиваться контент, будет авто. То есть, вот здесь вот это вот 500 минимальная высота. Ну, здесь просто можно задать 710 побольше. И вот здесь, как я сделал вот эти элементы большими, очень просто. Я сделал здесь grid-column-end. То есть, я управляю здесь именно этим элементом, именно его местом в колонке. И в данном случае я ему написал, что он должен занимать две колонки, грубо говоря. Вот у нас три колонки, он занимает теперь две. Этот и этот занимают две колонки. Вот, собственно, и все. Здесь очень простая логика. У гряда в основном все очень просто именно в плане логики. Собственно, вот и все. Ну, давайте продолжать или встать. Border-radius 8 пикселей. У нас все как надо. Так. Вернемся сюда. Вот, border-radius появился. Хорошо. Background мы заменим на черный. Черный пусть будет, несмотря ни на что, пусть будет. Вот. А мы теперь будем задавать, наверное, картиночки. Так. Зададим здесь insp-item-1. Incip-item-2 и так далее. Мы будем делать фоном эти картинки. Как вы уже поняли. 6, insp-item-7. Вот. Ну и поехали. Теперь мы будем доставать картинки и ставить их фоном. Собственно говоря, здесь все просто. Попробуем брать маску. Mask-group. Вот она у нас картиночка. Да. Там еще есть overlay-чик небольшой, но это уже дело другое. Ну и давайте. Incip-item-1 у нас будет здесь. Далее. Это будет у нас. Вот здесь затемнения особо нет. Или она просто встроена здесь. Окей. Тогда это будет Incip-2. Incip-3. Здесь вот она, да. Incip-4. Здесь интересный момент. Так. Вот она. Incip-5. Так. Вот она у нас группа. Incip-6. И, собственно, Incip-7. Вот. Так. У нас здесь есть Incip-1. И мы к нему, собственно, обратимся. Ground-image. Img. Slash Incip-1. Ну и для всех мы зададим Ground-position. Center. Ground-ripeed-nurpeed. Ground-size-color. И теперь просто будем копировать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Можем сразу в двух местах. Зажимая control в моем случае, или по умолчанию alt, мы можем здесь спокойненько это делать. Обновляемся, и фаны у нас должны появиться везде. Да, здорово, все везде есть. Какие-то бордеры как будто бы появились. Давайте увеличим, посмотрим. Нет, это нам, видимо, кажется из-за эмулятора. Окей. Ну хорошо, все появилось. Все здорово у нас. И давайте сделаем сначала карточку. Да, в принципе, они все одинаковые по стилям, поэтому не важно. Так, здесь у нас есть, отлично, у нас есть градиент. Или оверлайер, поэтому мы сделаем оверлайер сейчас. Давайте, позиция relative. И делаем абсолютный градиент. In spite of. After давайте сделаем. Контент пустой. Позиция absolute. Left 0. Bottom 0. With 100% ахэст, ну примерно процентов 70. 50% а давайте ахэст, ну 65%. Ну и, собственно, ground-агент. Да, появилось затемнение, его сразу видно. Отлично. Ну и теперь внутри айтемов нам нужно будет писать определенные вещи. Давайте для начала сделаем это все для маленького айтема. Вот он у нас. Innsp. Текст пусть будет. Прямо так назовем. Innsp-текст. Собственно, здесь у нас что будет? Destinations, Destinations. Где-то, кстати, нету этого дела. Где-то есть. Интересно. Я так понимаю, что это просто какая-то ссылка. Innsp. Категории. Инности. Нейшнс. Дальше у нас будет заголовок. Который будет Innsp. Title. И при этом тоже будет ссылка внутри. Traveling to Barcelona. И вот это, видимо, люди, которые это взяли. Либо люди, которые написали эту статью. Не знаю. Назовем это Innsp People. Можно это сделать списком. Innsp People. Eval. Ли умножить на. Так. Ли. Инсп. People. Item. Умножить на 2. Ну, внутри будет две картинки просто. Так. Вот так. Амг. Здесь назовем просто. Human1. Human2. Ну и нужно достать аватар. Так. Пробуем достать как есть. Аватар 1. Глянем, что с ним. Аватар 1. Да, все хорошо. В принципе, отступы у него какие-то огромные. Ну, ладно. Так. Вот он получается. Аватар. 2. Все. И вставляем здесь теперь. Амг. Аватар. 1. 2. Вставляемся. Смотрим. Все пока что как надо. Хорошо. Мы находимся в инсп. Текст. Значит, мы теперь можем что сделать? Здесь вот для инсп. Текст. Куда-то приезжаем. Абсолют. Life 0. Вот он. 0. Это первое, что нам надо. Да, сместить все вниз. Далее, что нам надо. Сидт индекс 5. Чтобы это все разместить поверх нашего оверлея. Хорошо. Ну, и теперь, собственно, просто задать стили определенным элементам. Давайте это и сделаем. Значит, у нас есть инсп. Категории. Так. Нет, нам не надо. И здесь используем white color. Именно. Вставляем. Сохраняемся. Есть. Все как надо. Теперь здесь. Ну, и здесь, в принципе, все примерно то же самое. Инсп. Title. Так. Давайте цвет скопируем. Здесь делаем 700. Ой, не пикселей, извиняюсь. Да. Вот так. Тоже все хорошо. Ну, и наши картинки. Это уже самое сложное, что здесь осталось. Инсп. People. Здесь playflex сделаем. Вот. Далее. Инсп. People. Item нам нужен. Powerful hidden сразу. Border radius. 100%. Вот уже. Уже похоже на правду, но, конечно, не совсем. Так. Что здесь у нас? Avatar. Здесь немножко сложная ситуация, конечно. Нам придется как-то... Вот она. Border, да? Давайте пробовать. Значит, border. Поставим вот такой. Так. Только нам color здесь не нужен. Посмотрим, что выйдет из этого. Не совсем то. А размеры у нас какие здесь? 48 на 48. Ну, давайте создадим здесь. И 48, и 48. Так. И, пожалуй, отключим, чтобы было виднее нам. Видите, наверное, что-то не то здесь все равно. Из-за того, что картинки так себе выйдут. Давайте попробуем для... Инсп. People. Item. Image. Выс 100%. Выс 100%. Object fit. Color. Ничего не поменялось, да? Ага. Может быть, нам как-то можно экспортировать именно саму фотку. Без всяких там... Ну-ка. Avatar 1. Да, заменяем. Здесь обновим сейчас. Так. Нет, все то же самое. Ага. А если вот так сделать? Так похоже на правду. Давайте тогда ставим вот так. И вот так. Будем подгонять примерно под правду. Ну, вот, в принципе, неплохо. Хорошо. Возвращаем обратно наш... Наш режим. Смотрим, что здесь будет происходить. Так. Ну, по высоте это понятно. И... В принципе, да. Можно даже попробовать один. Пиксель. Хорошо. Давайте теперь займемся самой секцией. Сначала все опустим, как нам надо. А потом уже будем равнять. Инсп. Падинг топ. Ну, условно, 100. Да. Почти. Чуть-чуть поменьше. 95. Да. Далее. Инсп. Деск. Текст-алайн-центр. Максвейс. Какой-нибудь сейчас зададим. И маржинал авто. Так, а вот здесь не зададим, да. Потому что... Вот. Максвейс у нас будет... Давайте, вернем, какой. Ну, что-то около 635. Пикселей. И цвет, и код мы заберем отсюда. Теперь нам попадается компакт. Вставляем. Лайн-хейт оставляем. Текст-алайн-центр мы уже выше писали. Он не нужен. Так, и... Нет, у нас здесь этого нет. Хорошо. Да, здорово. Теперь для... Инсп. А, у нас нет инсп.титл. Да, давайте мы зададим этот класс. Инсп.титл. А, у нас уже есть тайтл, да, такой, по-моему. Да, давайте зададим инсп.хейтинг. Можем ботом 30. Ну, что-то около 25 на самом деле. Да. Приблизительно так. Хорошо. Ну, и для дескера нужно задать маржин ботом. Похоже на правду. Ну, что-то около 90. 95. Да. Да, отлично. Вот, хорошо. Все, теперь идем в инсп.текст. Теперь мы уже можем управляться конкретно с этими элементами. 40. 40. А мне нужен был именно паддинг. Так, инсп.текст. Где он? Вот он. Паддинг. Ну, 40 пикселей. Пока что сделаем так. Ну, и теперь нужно, собственно, снизу тоже увеличить по ним ботом. Ну, что это около 50, наверное, да? Ну, это тоже 40. Нет, все-таки 45 либо 50. Может быть, 47. Ну, давайте ставим 47. И теперь важный момент. У нас есть инсп.item. Вот, инсп.people.item, точнее говоря. Мы сделаем здесь нот. Мы сделаем здесь нот. И сделаем margin-left минус 20. При этом... Ну, хотя, давайте пока оставим, как есть. Глянем, что происходит. У нас первый главный, но потом вторые не главные. Ну, мы можем попробовать для First Child. Здесь есть какие... Ну, здесь есть свои немножко такие недоработки. Ну, попробуем пока так. Поставим... Во-первых, все поставим в position relative, да? Во-вторых, в index 3 поставим. И тогда у нас будет первый элемент поверх. Да. Да-да-да. Чуть побольше. Нет, наоборот, поменьше даже. Ну, вот. Примерно вот так, мне кажется. Это плюс-минус нормально. Margin-bottom 20. 25. Да, и здесь margin-bottom. Во-вторых, в моем блок. Margin-bottom 5. А, 15. Вот. В принципе, все как надо. Все отлично. Ну, и теперь, когда мы вставим, собственно, этот элемент, insp-текст в какой-нибудь из... какой-нибудь из элементов, он автоматом встанет как надо. Да. Это сразу видно. Это круто, что все так встает у нас хорошо. Да, кстати говоря, видите, здесь по-другому работает. Ну, мы оставим, оставим как есть. Да, хотя давайте вообще, знаете, мы вообще оставим как есть, а именно уберем вот это. И все. Просто будет, каждый следующий будет работать у нас. Да и все. Вот. Гайд у нас хорошо. Здесь хорошо. Да, добавим следующего человека сюда. В принципе, неважно абсолютно какие. Это уже мелочи наполнения. Думаю, мы на них точно не будем останавливаться. Ну, так давайте для интереса добавим третьего человека, другого. Так, что-то не так я задал. Либо не так экспортировал, да? Да, видимо, не так экспортировал аватара. Да. Так. А, интересно. Ладно, вернем. Нет времени с этим разбираться особо. Ставим как есть. Хорошо. Что у нас за счет дальше осталось в этой секции? Кроме того, чтобы всем прокопировать, сделать иконочку вот эту, и вот эту вот на одной из элементов будет вообще другое. Другое. Все. Ладно. Давайте также не будем запариваться. Кстати говоря, вот здесь нужно все-таки было сделать client-height. Давайте его вернем. InspText. Где он? Вернее, не Insp, а InspTitle. Вот он. Поглядим на секс-сложде, все хорошо. Хотя здесь явно изменится что-то. Хотя нет, все нормально. Вот здесь немножко по-другому, но это уже мелочи дизайна. Так, хорошо. Теперь прокопируем. Я предлагаю особо не изомбариваться пока что с текстом. Если очень сильно нужно будет, мы в конце это сделаем. Вот так вот. А пока просто копируем как есть и смотрим, что у нас везде все хорошо. Да, все прям встает идеально. Вот как верстка работает. То есть мы здесь для одного блока все сделали, а потом просто размножили, и оно все встает сразу красиво, как надо, как в макете. прям отлично. Очень нравится. Ну, здесь некоторые мелочи, но это уже мелочи, мелочи и мелочи. Хорошо. Так, иконочка play. Так, и она у нас тут. Она у нас... Вот когда у нас. Давайте попробуем Frame Selection сделать и экспортнуть этот фрейм свг. Сразу проверим, а свгшка ли это вообще. Да, вполне себе свгшка. Хорошо. Не знаю, зачем там play, на самом деле, он как бы ничего не делает, но мы его добавим, ну, чисто чтобы был. Как хотите, скажем так. Хотите, чтобы был, пусть будет. Но на самом деле он не нужен здесь никаким образом. tags. Вот второй элемент. Ну, прямо здесь поставим button. mtn.reset.insp.play Запускать нам нечего, поэтому не знаю, зачем, но ладно, добавим. Давайте сделаем биграундом ее, пожалуй. Тогда здесь нам нужно пихнуть обратно. Сделать здесь area label. Play video. Сохраняем. И вот здесь где-нибудь. Play. Так, insp. Play. Background image. AMG. Play 3G. Так, пожалуйста. Play 3G. Спасибо. Благодарим position center. Благодарим циск. Благодарим repeat. Ну, и размеры здесь у нас у этой иконочки 64 на 64. УС4. УС4. ХС64. Position absolute. Left. Top и 40. Left и топ по 40. Хорошо. Left 40. Топ 40. Как скажете. Сохраняемся. И у нас иконочка должна появиться. Да, она появилась. Отлично. Она есть у первого, у второго элемента и у предпоследнего. Хорошо. Забираем кнопочку. Идем в элемент 6. Вот. Вставляем сюда. Тоже появляется. Хорошо. Ну, и вот этот элемент здесь немножко будет по-другому у нас все работать. Хотя, может, оставим его напоследок. Давайте ставим его напоследок и пойдем к футеру. Не то, что мне не хочется, просто, ну, давайте сделаем основу, как бы, так сказать, костяк сначала, а потом уже будем продолжать. Хорошо. Давайте тогда дальше. У нас остался футер, поэтому мы сейчас здесь создадим футер CSS. Так. Дальше вставили, естественно, подключим наш футер. Сохраним. Ну, и здесь давайте писать наш футер. За пределами мейна, естественно. Футер, класс, футер, контейнер, все как обычно. Так. И смотрим, что у нас тут. У нас здесь просто, по сути, меню, ну, то есть, список, 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 и какая-то там подписка, форма какая-то, да? Окей. Ну, по факту все очень просто делается. Так что, давайте, значит, у нас у нас будет футер, колумн, давайте так разделим, умножить на 4. Внутри будет, ну, какой-то, наверное, аж 2, футер, title, дальше будет у нас футер лист и будет ли их здесь по 6 везде, да? И умножить, так, ли с классом футер этом умножить на 6. Да, и надо было сразу а футер ring вот так вот так вот хорошо ну, давайте тогда начинаем заполнять company about press blog kx security и driver center так пожалуй мы можем сделать здесь nav ничего плохого не случится здесь соответственно тоже nav и здесь nav в конце div так дальше у нас идет information story не переживайте насчет того что нужно сделать я стараюсь все фиксировать все что не сделал еще но если что как бы если будет что-то не доделано вдруг в последнем видео мы обязательно возьмем и я возьму и выпущу еще дополнительное видео где что-то доделаю если вдруг нужно будет вот ну я стараюсь все выделять записывать то что мне нужно будет потом сделать customers service tags jobs place terms of use интересно как работает здесь отступы 293 да отступы разные к сожалению к сожалению ну возможно возможно стоит здесь и не париться а просто взять jasfer content space between и все скорее всего я так и сделаю почему потому что ну бессмысленно здесь париться лишний раз ради того что вдруг решил дизайнер сделать неровно мы что должны с этим париться я считаю не особо зато будет все ровно так значит форм subscribe форм или давайте subs форм потому что она здесь немножко другая все-таки значит будет у нас input subs форм field type type email name email и button btn reset btn и subs form form btn subscribe now сохраняемся есть еще у нас блок который будет за пределами контейнера вот здесь footer bottom здесь будет контейнер и здесь будет у нас ну давайте small footer copy копирает вот такой и будет списочек да ewell footer не знаю links какой-нибудь да li footer links item нужно 2 внутри а footer link и здесь будет у нас terms of service и privacy policy privacy policy отлично ну что у нас готова разметка footer давайте с ней теперь займемся более детально во-первых у нас здесь есть какой-то border так не хочет его видеть ну давайте это пипетка просто возьмем D9 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 значит footer мы не открыли разве так footer 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 вот поехали footer border top 1 пиксель solid с вот таким цветом ответ цвет решил не копироваться так подождите can D9 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 ладно сами напишем так border мы видим но видим что он не по макету так что давайте будем в инсп сейчас увеличивать padding bottom пока он не встанет как надо так многовато 140 где-то на глаз да где-то 140 хорошо теперь уже footer идем padding top тоже сотку зададим похоже на правду но перед тем как идти дальше нам нужно естественно здесь уже взять стиле заголовка вот этого забираем здесь гильветика не помню подключена ли у нас гильветика если нет то мы не будем это делать нет есть отлично хорошо вот так title гильветика да у нас в фонтах есть просто гильветика мы ее так и зададим гильветика sunsave font-weight bolt можно оставить linehead не нужно let-ex spacing оставляем и все тоже оставляем сохраняемся все у нас как надо здорово дальше нам еще что нужно нам еще нужно сделать такую вещь как footer container может быть просто flex еще добавить но все равно в этом случае пригодится так значит дальше footer container мы зададим как я уже говорил let's say content space between вот отлично так здесь у нас все правильно все правильно хорошо поехали дальше мы сделаем этот элемент псевдоэлементом 48 на 1 цвет у нас тоже есть хорошо значит мы сделаем здесь позицию relative здесь позицию абсолют footer title after content подстой позицию абсолют left bottom 0 ground есть вот и выссор 8 хэйс 1 вот и сейчас будем это дело поправлять уже по размеру так появился ли у нас элемент в принципе псевдоэлемент точнее говоря появился но мы его пока не особо видим хорошо дальше 120 120 2 3 это так да похоже на правду теперь здесь padding bottom 30 здесь сюда еще так вот похоже на правду хорошо padding bottom еще margin bottom зададим тоже какой-нибудь чтобы точно было видно наш элемент вот 35 хорошо хорошо прежде чем идти дальше мы опять же заберем стили которые нужны для списка здесь у нас будет footer link собственно мы сразу к ней обратимся footer link вставляем здесь нам это не надо это тоже не надо и это тоже не надо 6 так отлично ну и отступ у нас должен быть побольше явно это очевидно 35 на 35 похоже на правду footer link мы сделаем line block и margin bottom что-то около 10-15 сейчас уже подберемся примерно так footer 15 это уже много 12 вот 12 прям идеально хорошо у нас есть все все здорово ну и теперь вот здесь давайте создавать так он нам разделил просто на равные части да а ну здесь взял что-то лишнее ладно поехали с формы поиграемся сейчас точнее с импутом так your email значит идем сюда мы здесь не сделали еще placeholder получается placeholder your email и у нас еще будет картиночка но это уже отдельный разговор значит subs form subs form я всегда предпочитаю ставить ширину именно форме чтобы потом просто взять и subs form field 100% и вообще не парится 64 board radius здесь тоже 8 да сам boarder у нас вот такой 444 хорошо вот да похожую на правду здесь у нас падник 31 значит падник live 31 да да все круто цвет здесь опасности да у нас ладно цвет оставим такой пока что иконочку давайте сделаем возьмем ее icon user экспортируем ее в svg user svg у нас будет и собственно ground image mg user svg ground position давайте делаем центр точнее делаем так calc 100% минус 31 пиксель центр тем самым мы просто редвинем ее в конец да и ground repeat но repeat не забывайте конечно и да все отлично встает ну и кнопочка subs form btn base 100% ground color war neptune color да все здорово размеры немножко не те правда здесь поставим хейс 64 пожалуй да и отступ сверху 16 значит margin top можно поставить 16 вот так вот смотрим что у нас так что-то margin top не сработало у нас а потому что я margin bottom поставил я сказал margin top почти ровно вот здесь можно подвинуть чуть-чуть но мне кажется это уже мелочи жизни и не стоит того хорошо ну и последняя часть footer bottom у нее тоже есть border я полагаю что это такой же border скорее всего margin top ставим пока 50 так нам надо поймать момент мы так не поймаем пожалуй ну ладно будем пробовать все равно будем пробовать давайте зададим примерно здесь вот палинги 32 32 давайте поставим 30 палинг 30 пикселей 0 так и будем еще уменьшать соответственно ну то есть наоборот увеличим я так понимаю вот 120 117 да вот так оставим ну и собственно здесь нам нужно и наверное только поменять размер шлифта и цвет у нас footer copy вот да да дальше здесь у нас будет еще какой-нибудь bottom container и flex bottom container тоже space between разделили все хорошо и последние штрешки footer links display flex вот и остается здесь задать отступ между ними а у нас здесь есть footer links item я так понимаю да вот стоп сложно сказать какой что все в одном ну давайте примерно поставим какой-нибудь margin left 30 условно говоря чуть побольше наверное нужно чуть побольше вот так оставим пожалуй ну вот собственно мы доверстали до конца весь сайт вот так это все выглядит ну вот по тому что нам осталось давайте пройдемся быстренько да кратенько адаптив это понятное дело да какие-нибудь здесь напилить ховеры менюшку сделать напилить ховеры да опять же сделать слайдер рабочий что здесь у нас еще может быть так ховер это понятно здесь по клику показывать меню при этом при переключении и не меню извиняюсь видео при этом при переключении видео должно заканчиваться а здесь уже там картинка или видео неважно вот здесь тоже какой-нибудь ховер там все дела наверное взял им отправочку формы даже в принципе здесь это можно сделать без проблем вот здесь да здесь не будет никакого функционала просто блок ничего такого здесь не будет ну здесь тоже какие-нибудь ховеры шмоверы там вот такое все тоже отправку форму можно сбилить спокойненько вот ну и может какие-то еще мелочи если вдруг что-то я вот при этом перечисление не сказал напишите давайте посмотрим что сделать как бы я не против главное пишите чтобы мы это вместе сделали вот ну и какие-то там мелочи еще не дорестал типа вот здесь фичит написано да еще там какие-то какая-то мелочевка вот это вот этот блок не сделал ну короче мелочевка осталась по факту но если что-то я упустил пишите будем делать здесь без проблем эта часть получилась довольно большой надеюсь вам понравилось мы доверстали до конца наш сайт и нам осталась буквально одна максимум две части на этом все всем удачи успехов вверх этого макета до следующей встречи пока пока